Телеканал КРТ представляет Первая задача выживания страны Кто ответил на эту задачу С танками Т-34 Борис Евгеньевич Потом Вспоминал в одном интервью Очень содержательном, которое выходило Год назад Как Т-34 танк Производился Был рекорд 35 танков В сутки производилось благодаря Электросварке Автоматической электросварке Его Евгений Аскарович Борис Евгеньевич помогал Они осваивали в Нижнем Тагиле Когда был в эвакуации Соответствующее предприятие Это же не немецкая наука Помогала Не американская наука А советская Или например вызов Противостояние ядерной У нас первый в мире Появился атомный ледокол И первая в мире Атомная электростанция Тогда А космический вызов Какой был Когда мы первый Из Путина запускали Первый человек Вот такие огромные задачи Вот последнюю Я, как говорится Помню сам Лично принимал участие Это был вызов В программе Вот Звездные войны Которую Рейган объявлял Ну в общем Это такой отдельный Конечно разговор Я помню Это была огромнейшая Такая волна Вот Научных новых Достижений Связана с нашим Асимметричным вариантом Я сам участвовал В создании Лазеров Наземного базирования Для того Чтобы сбивали Космические объекты Сейчас У нас есть задача Вызов Вызов Новым заболеваниям Вирусным Визов Продлению жизни человека Ведь сейчас Открываются Особенно В биомедицине Такие интересные Пласты Ну скажем Вот Наши исследователи Национальной академии наук И вот У нас В нашем НТК Институт монокристалла Проводятся Уникальные вещи По влиянию Наночастиц Как антиоксидантных Систем Очень мощных На Как бы На продолжение Молодости Живого организма Вот есть эксперименты Которые показывают Что если С определенного времени Определенные Наночастицы Просто С водой Как говорится Вводить в организм Регулярно То молодость Продлевается Очень существенно Такие эксперименты Делали С биологами Скажем На крысах Ясно Что требует Отдельных Изучений Чтобы потом Перенести Это на человека Но это Я верю в это Перспектива есть Она доказывается Экспериментами Понимаете Что эти Антиоксидантные Свойства Наночастиц И это нужно Продолжать Это качество Жизни людей Ведь сегодня Даже больше Стоит вопрос Не о продлении Жизни человека Мы конечно Все хотим И сейчас уже говорят Что сто лет Это не предел Опять таки Вспомним Борис Евгеньевича Патона Которому 101 год Но реальная цифра 120 называется Только нужно Обеспечить Качество жизни Человека Это не вызов Огромнейший Это мировой вызов Это украинский Большой проект А проект Проект в энергетике Чтобы уйти От этого хаоса От этой бессмысленности Которая происходит Сейчас С добиванием Атомных станций И совершенно Большими непонятными Мещами Которые происходят Или например Поднятие Любого направления Для того Чтобы у нас было Импортозамещение Смотрите Мы уже ничего Готового Украинского Почти нет Попробуйте Вы скажем Ну Пример Казахстан Какие автомобили Покупают На госзакупках Или например Я вот Последний был Мой визит В Южную Корею У них Министерство И министерство науки Расположены В таком Знаете Много министерств В одном высоком здании Огромнейшая площадка Парковка Вот угадайте Говорится С трех раз Машины Какого там Производства Тильги Корейского Ни одной машины Я специально Обратил внимание Ни Мерседесов Как у нас Возле Кабмина Ни скажем Там Каких-то Других Не Не Тойот Да Хорошая машина Очень Вот А только Только Корейские Южнокорейские Знаете Вот это является Как раз Тем Атрибутами Той политики Когда наука Нужна Ведь Если ты Будешь отдавать Приоритет Даже В наших С вами Денегах Которые идут Государственные Закупки Нашему Украинскому Это будет Автоматически Развивать Производство А производство Без науки Не существует Доно